В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы предоставили мне возможность сюда приехать. Я второй раз сюда приехал за 4 месяца. Очень приятный город. Вы знаете, меня его красота поразила. Сейчас, говоря о том, чем я занимаюсь в университете, где я работаю, я занимаюсь респираторной клинической фармакологией в Торвигатэ университет в Риме. Я, конечно же, занимаюсь клинической фармакологией. Я с большим гордостью хочу выступить перед вами сегодня и похвастаться своим изобретением. Мы сейчас используем это в Италии. Это так называемое лечение, которое получается большее распространение во всех странах мира. Что касается респираторных заболеваний, их лечения, это моя специализация. Особенно обострение хозл, как их лечить. Обострение хозл является стержневым моментом контроля естественной истории хозл. Потому что обострение это серьезные последствия не только на легочную функцию, но и также на состояние здоровья. Серьезное влияние они оказывают на экономические затраты, которые сопровождают это заболевание. И кроме этого, если вы посмотрите на наш слайд, то вы поймете, что обострение играет очень большое значение относительно смертности. Именно поэтому и по этой причине есть общий консенсус. Если вы посмотрите на все протоколы, не только золотые протоколы лечения, но и американские протоколы. Есть общий консенсус в том, что мы пытаемся отыскать результативные способы избежания обострений заболеваний дыхательных путей. Не только профилактика обострений, но речь идет о том, чтобы уменьшить их серьезность, а также симптоматику снять. Значит, у нас очень хорошее было такое. Мартинес нарисовал, и наша коллега нарисовал такую картинку. Там было несколько вариантов, которые касаются механизма появления этих обострений. На которые тоже есть методы влияния кортикостероиды, также ингибиторы FD4. Все они могут повлиять. Они все могут повлиять на те механизмы, которые будут стимулировать снижение обострений. Да, еще на что следует обратить внимание, информация, которую мы получили за последние 10 лет, касается того, что более длительная бронходиляция может послужить оптимальным способом для снижения риска обострений. Использование эпитропиума, это значит первый бронходилятор, он показал более серьезный эффект, титропиум, титропиум, теотропиум, вот так он называется. Если мы посмотрим на этот метанализ, то воздействие этого лечения не ознаменовалось серьезными результатами. Если мы посмотрим новый вариант золотых протоколов медицинских, то вы слегка сможете ознакомиться с информацией, которые связаны с другими кортикостероидами и также бета-агинистами длительного действия, которые сосредоточены на снижении риска обострения козл. Анн и Мартинес, они подчеркивают это важный момент. Все из нас склоняются к точке зрения, что кортикостероидов, а также ДДБА, они эффективно позволяют снизить риск обострения. Если вы посмотрите на результаты исследования ТОРЧ, то вы посмотрите, что комбинированная терапия тоже может снизить риск обострения, даже, например, флютиконозол с альметирол в сочетании. Но при этом есть количество пациентов, которые все равно сопровождаются обострениями заболевания. Поэтому есть четкая необходимость на разных возможностях искать и подбирать. Значит, что мы знаем, что бактериальная инфекция – это один из серьезных факторов риска, которые приводят к обострению козл. Значит, этот слайд может быть очень запутанный, но просто я хочу сделать ссылку на документ, который показывает, что есть целый ряд механизмов, которые позволяют разобраться в этой ситуации. Бактериальной инфекцией или инфекцией, вызванной бактериальным путем, результатом, которые становятся пациенты, которые страдают от козл и развивают обострение заболевания. Именно по этой причине есть возможности, которые позволяют нам справиться с колонизирующим давлением для того, чтобы снять его рецидив и смягчить последствия. Вы знаете, что за последние три года у нас были результаты от хронического использования макролидов или активированных хинолонов. Это очень интригующие результаты, но мы поняли, что последующее назначение антибиотиков может привести к уменьшению резистентности не только внутри легких, но и также в желудочно-кишечном тракте. Поэтому мы не хотели идти таким путем, поэтому все протоколы говорят о том, что нам надо обратить внимание на вакцинацию против пневмококовой инфекции. Но если посмотреть на результаты, описанные в литературе, то вы можете узнать единственные документы из Испании, которые поступили, что 23 вакцины показали свою эффективность для козл. Но не для всех пациентов козл это показало инфективность. Понимаете, по этой причине мы стали задумываться над тем, что иммуномодуляторы из лиофилизированных бактериальных экстрактов можно назначать перорально, которые могут успешные результаты показать. Я попытаюсь вам сейчас описать данную концепцию на основе документа, который уже скоро будет опубликован. Поэтому на него можно будет уже ссылаться потом. Поэтому следует сказать, что пероральные бактериализаты позволяют мобилизовать иммунную защиту, а также иммунитет. Это не только в Европе, но и в Азии. У нас результаты в Китае. Все большая популярность за несколько последних лет. Я уверен в том, что по мере того, как вы увидите то, что он может показать альтернативную стратегию в профилактике обострения этих заболеваний. Мы подчеркивали эту концепцию в 2008 году. Мы эту публикацию сделали по лечению дыхательных путей заболеваний. Рациональное использование иммуностимуляторов. Можно сказать, что инактивированные микроорганизмы обладают определенными преимуществами иммунизации через слизистые оболочки. Они являются природными микрочастицами, которые несут многочисленные антигенные детерминанты. Их достаточно дешево производить. Это очень важно. И обратите, пожалуйста, внимание на синергический эффект. Речь идет о бактериальных экстрактах. И иммунологическая реакция организма получила свое допражение в документах. Мы также еще пытаемся объяснить цель. У нас есть несколько целей. Мы пытаемся говорить о фагоцитозе для того, чтобы у нас было представление антигенов с целью снижения концентрации бактерий и усовершенствования механизма выздоровления. Два года назад в журнале медицинском опубликовали документ, который говорит о том, что если аэролизированные используют возможности для лечения пациентов, они предоставляют серьезный спектр лечения пациентам, цитокины, а также увеличение их применения тоже влияют. Но сама деятельность не требует их. Поэтому это очень важно, на что следует обратить внимание, потому что мы с вами знаем, что касается цитокины, их производство может сопровождаться некоторыми опасностями для наших легких. Сейчас я пытаюсь вам просто объяснить индукцию противомикробного иммунного ответа. Это очень важный слайд, который невозможно прочитать из амфитеатра, но просто обратите внимание, насколько центральная роль отводится дендрическим клеткам. Дендритовые клетки, они представляют наиболее важные клетки иммунного ответа в человеческом организме. Мы знаем, что рецепторы, которые отвечают за окружающую среду, которые контактируют с внешней средой, толпы подобные рецепторы, они экспрессируются на поверхности ДК, играют ключевую роль в выявлении попадающих в организм патогена в последующем формировании иммунного ответа. Это суть иммунологии, и все должны быть ознакомлены с этим. Я также попытался подытожить, в том числе, функции, которые активируются дендритовыми клетками, которые сопровождаются стимулированием. Значит, речь идет об миграции, презентации антигены, стимуляции экспрессии молекул, участвующих во взаимодействиях с телеимфоцитами. Речь идет о синтезе цитокина, но в основном у нас идет речь о интерлекин-1,2, а также фно и другие важные речи, как использование дендритовых клеток, прекурсоров дендритовых клеток. Это все необходимо для иммунного ответа организма. Я лично написал этот слайд, и я там пытался объяснить механизмы, которые действуют пероральных иммуностимуляторов. Опять же, я не буду суть детально рассказывать вам, но важно обратить внимание на то, что понимание антигенов может привести к иммунному ответу, который будет сопровождаться в дендритовых клетках, и это может опознаваться ответом в клетках ФНО, в бронхиальной слизистой оболочке. И вы знаете, что это одно из самых важных механизмов, которые позволяют обеспечить защиту наших дыхательных путей против попадания туда инфекции. Да, ясно нам сейчас, что я должен вам объяснить, какие должны быть цели для эффективной антибактериальной профилактики. Надо обратить внимание на характеристику антигена, потому что это сопровождается очень серьезным эмоционологическим эффектом, а также не забывать про терапевтический результат. Смесь фрагментов клеточных стеток также играет значение, но гетерогенные антигены. Мы смотрим на это, мы смотрим на широкий спектр иммунологического воздействия. Да, ну и речь идет еще про неоднородность антигенов. Но и при этом мы не должны забывать про сублингвальный способ введения, потому что это очень серьезная иммунизация в необходимых точках, и которая позволяет обеспечить защиту на уровне слизистых оболочек. Бактериальные антигены, которые получаются путем культивирования стандартных батариальных штаммов, с последующим химическим или механическим лизицом и леофилизацией, они смешиваются после этого в необходимых пропорциях и добавляются в вспомогательные вещества для производства таблеток. Но это фармацевтическая уже химия, но я знаю, что производство не так просто наладить. У нас есть два разных возможности. С одной стороны, у нас есть ПХПЛ, это механический лизис антигена, потому что они производствуются механическим лизисом, это означает, что антигены сохраняются. Но если речь идет про ПХПЛ, это химический вариант, то тут уже мы используем денатурацию белка, и вследствие чего получаем антигены, сами по себе обладают более низкой иммуногенностью. Значит, что касается механической, ПМВЛ, мы используем этот бренд также в нашей стране. Это поливалентный структурный бактериализат. Это изготовлено из бактерий этих гемофильной палочки, стрептопневмококк, марокселокатаралис, сталтистый стафилококк, зеленящий стафилококк, клепсиалопнемония, путем механического лизиса. Позволяет обеспечить лизис 80-100% бактерий. Механический метод наиболее эффективный. И структура антигенов не меняется. Превосходящие антигенные свойства препарата обеспечивают. Поэтому если вы сравните механический лизис и химический лизис, то структура антигена полностью будет разрушаться в результате механического лизиса. Я хочу поговорить о том, чтобы вводить препарат через слизистую оболосочку, потому что структура путем стимуляции антиген-специфических Т-клеток памяти СД4 в результате сублингвальной иммунизации позволяет стимулировать иммунные ответы TH1-типа более эффективно по сравнению с прочими путями введения бактериальных лизатов. На самом деле, что индукция иммунологической памяти с конкретным каким-то патогеном имеет решающее значение для поддержания длительной иммунной защиты с использованием стратегии сублингвальной иммунизации. Не забывайте о том, что высокий уровень циклеточного ответа, наблюдаемый после сублингвальной иммунизации с тверимым белком, можно объяснить лилищием большого количества дендритных клеток в слизистой оболочке подъязычной области. Значит, если это механический способ, если вы будете использовать его, то вы можете увидеть серьезную активацию дендритных клеток. Это было исследование в Италии. Проведено соответствующее. В своем университете профессор Лензилл в прошлом провел очень интересное еще одно исследование. Это было доклиническое испытание, честно говоря. Она смогла задокументировать, что ПМБЛ в некоторых случаях, это в случае интерферона, интерлекин-10, 12, и 2. И вы видите, что серьезная индукция интерлекина-10. Модулирование позитивного ответа, ненегативного, который от цитокинов получается. Также в Генуэзском университете провели исследование, в котором они смогли задокументировать то, что можно было уменьшить, можно было повысить титры антибактериальных антител к различным микроорганизмам в группе здоровых доноров, получающих ПМБЛ, как вы видите. Мелиоли в прошлом году опубликовал тоже один интересный доклад, который подтверждает все эти мероприятия. Но ему также удалось показать, что смех с механическими лизатами различных бактерий эффективнее, чем монолизаты или лизаты. Это очень важная суть вопроса, которую нам удалось зафиксировать. При этом, да, но это просто базовое исследование, вам нужна информация по все-таки использованию этих соединений в медицинских учреждениях. Обратите внимание, какие данные у нас Трикарико и его коллеги в университете Неаполя получили. Здесь вы видите, что трехмесячное лечение эльмикенам позволило увеличить сывороточные иммуноглобулины. А, это очень важно. Провели исследование лекарственного средства для того, чтобы обеспечить профилактику рецидивирующими респираторными инфекциями химический бактериальный лизис. И они поняли, что после трехмесячного лечения Измиджен показал наибольшую эффективность для того, чтобы использовать профилактику острой химизации нижних дыхательных путей в сравнении с лизатом, полученным путем химического лизиса бактерий. Также ряд пациентов, получавших по крайней мере одну антибиотикотерапию. Это очень хорошая информация. В Сербии можно было задокументировать также то, что использование Измиджена играло большую роль для снижения респираторных инфекций даже в очень сложном населении. Например, население, которое серьезный риск получения инфекционных заболеваний дыхательных путей, которые содержатся в тюрьме. И как вы видите, что в среднем четко намечилось снижение эпизодов инфекции и среднее количество антибиотической терапии. Но при этом Борис и его ученики смогли документировать, что использование Измиджена очень результаты показало для снижения риска инфекции у пациентов с туберкулезом в анамнезе уже. Это очень важно для вас уяснить, потому что в своем университете и на своем рабочем месте у нас несколько украинских пациентов, которые работают в Риме. Некоторые из них болеют туберкулезом. У вас в Украине тоже это серьезная проблема, поэтому обращайте внимание на эти изыскания. Роберто Кого, мой знакомый, сделал небольшое исследование, но оно хорошее. 57 пациентов в Хозл рассмотрели. Они смогли задокументировать то, что Измиджен действительно серьезное показало результаты для снижения обострения хронического бронхита. Вы видите, что тяжесть эпизодов, количество эпизодов инфекции в среднем и средней крестине антибиотической терапии. Но что очень важно, то, что оценка последовала Кого, значит, стоимость экономической проведения лечения, потому что на самом деле во всем странах Западной Европы мы обращаем внимание, сколько это обойдется экономически. Поэтому, когда мы выписываем в своем рецепте то или иное, допустим, лекарство по такой-то цене, это должно соответствовать. Он смог показать, что внедрение Измиджена в лечение снижает затраты на обострение, как вы видите. 20% снижения лечения. Стоимость лечения это очень важно. Обратите, пожалуйста, внимание на это, потому что пример региональных Лацио регионы в Италии, они думают, что можно, например, бесплатно выписывать Измиджен, потому что это приведет к снижению стоимости лечения, обострения пациентов, которые страдают от хозл. Я не педиатр, но я думаю, что вам будет интересно узнать информацию по детям. Также, обратите внимание, Ламантина в Катане в университете на Сицилии в Италии провели исследование и смогли четко показать, что Измиджен гораздо эффективнее, чем бронхозмин. Вы видите количество инфекций, количество безэпизодов инфекционных заболеваний намного выше было. И среднее количество эпизодов пациентов с более антибиотиков жаропонижающих, если мы их бронховоксом. В любом случае, мы провели два наиболее важных испытаний с Измидженом. Это первое испытание, которое мы опубликовали в 2006 году в Trends in Medicine, это такой журнал в Италии, на английском языке медицинский выходит. Данных испытаний мы рассмотрели на возможности, которые может показать Измиджен в снижении обострений у пациентов, которое среднее и обостренное хозл было. хорошее было исследование, проект его тоже показал нормальные результаты, но вы видите, что количество пациентов достаточно высоким было, что скрининг у нас прошел 2229 пациентов. измиджен назначили в одну группу пациентов и плацебо дали другую группу пациентов. Две группы хорошо были сбалансированы, если вы обратите внимание даже на серьезность хозл согласно золотой классификации. Далее мы видим, что измиджен, лечение измидженом показало лучшие результаты по сравнению с плацебо для того, чтобы снизить эпизод обострения козл у пациентов за один год, не только за этап 1 и 2, но за этап 4, тех, которых были уже осложнения сердечные в состоянии плохие. Кроме того, обратите внимание, что количество обострений респираторных симптомов четко показал разницу между двумя группами и частотой случаев клинического успеха лечения, госпитализации и длительность госпитализации. Также лучшие клинические эффекты, лучшее сопровождение симптомов получается, и лучшая дышка, и кашель, и слизистагнольное выделение. Важно в данном случае понять, что часто случаев госпитализации и длительность госпитализации благодаря использованию измиджена удалось это снизить по сравнению с пациентами, которые лечились плацебо. Вот это уже был прорыв в экономических затратах, потому что мы знаем, что фактические затраты на лечение, они все-таки сопровождаются госпитализацией, это очень серьезно поднимает затраты. Говорили о переносимости лекарственных средств, нам не удалось, правильно сказать, мы не нашли никаких публичных явлений. 25 пациентов вышло из нашего испытания, вышли, потому что они не смогли дальше использовать этот режим приема, но не было у нас побочных явлений. Говоря о результатах исследования торч, значит, мы провели следующее исследование, испытание, мы хотели посмотреть, какую, опять же, принесет пользу, используя поливалентный механический бактериализат к лечению хозл у пациентов, которые постоянно проходят лечение с метролом, лютикозоном. Мы дали из МИДЖЕН, это было трехцентровое исследование, значит, три центра в Неаполе, у нас было 63 пациента с различной степенью тяжести хозл, от умеренной еды очень тяжелой, это было пилотное исследование, мы просто попытались разобраться, значит, результаты какие, все пациенты на исходном уровне, которым было ОФ1, менее 60% проклятируемого значения, но 50, 0,50 от зотеклит, они очень хорошо справились с золотыми критериями для определения степени части хозл, от умеренной до очень тяжелой. Критерии исключения у нас были обычные, я не буду вам говорить, потому что они везде одинаковые, мы всегда их используем для клинических испытаний, значит, все пациенты регулярно принимали комбинацию с альмитролом, лютикозона, пропионата, 50 на 500 МКГ дважды в сутки, пациенты рандомизировали в две группы А и Б, мы смогли из МИДЖЕН всем дать, и лечение было в том, 33 все получали из МИДЖЕН, одна таблетка в сутки, в течение первых 10 дней, трех последовательных месяцев, лечение повторяясь, 50 месяцев, после окончания первого курса лечения, все пациенты были вакцинированы против гриппа, это очень важно, и был разрешен прием прочих лекарственных средств для лечения сочетанных заболеваний, обострений хозл, обе группы были хорошо сбалансированы, слайд об этом свидетельствует, и если вы посмотрите на воздействие двух лечений, когда давали из МИДЖЕН, и второй группы не давали из МИДЖЕН, то вы видите, что присоединение из МИДЖЕНа на самом деле привел к снижению, ну, незначительному снижению в количестве осложнений группе, которая получала из МИДЖЕН, но важно было то, что в конце обратить внимание на то, что различия в антибиотиковом лечении, не забывайте, пожалуйста, о том, что это пациенты постоянно понимали свою лечения, но мы смогли задокументировать еще дополнительные защитные механизмы к тому лечению, которое, да, вообще легочная функция никаких не показала различий, потому что улучшение легочной функции уже было показано. Результатом данного лечения свидетельствует о том, что из МИДЖЕН эффективен у пациентов на поздних стадиях ОЗЛ, которые имеют серьезное нарушение функций легких и экоскредитов при анализе группе повышенного риска. Обычные пациенты получают терапию с использованием комбинации БТА-2, генистов длительного действия анализованных ДДДА в соответствии с рекомендациями международных руководств интроназальных кортикостероидов и защитные действия по МБЛ может явиться дополнительным подношением к другим видам лечения. С этим сложно не согласиться. Результаты исследования перспективный риск обострения в исследовании ТОР четко указывают на то, что существуют потребности и терапевтических подходов. Из МИДЖЕН можно рассматривать как важное дополнение, но наше исследование не является ответом на все вопросы. Это очень критическая точка в нашем поливалентном механическом бактериолизате для профилактики рисктивов респираторных инфекций. В последнем журнале фармакологии научной я являюсь редактором главным, поэтому я не без предупреждения Клайд Пейдж из Кингс Колледжа в Лондоне мы вместе опубликовали мета-анализ исследования, которое смотрело на то, как ведет себя из МИДЖЕН. И поэтому если вы посмотрите сравнение ПМБЛ с плацебо или другими обычными бактериальным лизатом, то вы поймете, что из МИДЖЕН показал гораздо лучшие результаты. И нам удалось показать своем исследовании, что это было правильно для всех взрослых пациентов, пациентов, которые страдали от рецидива респираторных инфекций. А также этот мета-анализ показал очень четкий важный эффект из МИДЖЕН у детей. Тоже обратите внимание и важно то, что в пациентах, у которых был уже хозл бронхит, серьезное воздействие произвело на пациентов, которые страдали от туберкулеза. Я несколько раз уже говорил этот документ, который опубликовывался. В данном документе я повторил свой мета-анализ, вы знаете, потому что я думал о том, что это очень важно понять суть. Значит, результаты, которые описаны в литературе, могут действительно доказать полезность данной стратегии. теперешнее мнение фармакологии будет, конечно же, сосредотачиваться на лечении хозл с учетом данных методов. Поэтому важно было четко обеспечить это во главе угла. Мет-анализ я повторил с помощью своих коллег в своих университете, математическая выкладка была, и мы поняли, что в конце концов есть четкое преимущество для использования бактериализата. как вы видите. И в любом случае нету серьезной разницы между бронховаксомом и измидженом, в конце концов. Хотя измиджен лучше, да, он показывает более сильные результаты, чем бронховаксон. Значит, медицинские протоколы показывают нам о том, что мы там нету указания, что нельзя использовать эти лекарства, потому что нету серьезных доказательств на основе доказательной медицины. возможно, надо будет нести изменения в медицинске протоколы лечения в Европе, но я думаю, что должно измениться. Это мнение, которое у нас закрепилось относительно измиджена на основе проведенного исследования иммунологическая стратегия. Как вы видите, значит, АЯКС, АЯКС, это команда футбольная, там у нас перечисляются ученые, которые входят в эту комиссию, эта комиссия называется усовершенствованная иммунологическая стратегия против обострений Хозл. Туда я вхожу. Также другие ученые, например, такие, как Лоренцо Моретто, это по иммунологии очень серьезно выступает в университете в Генуи, и, наверное, мы думаем, что он будет Нобелевским лауреатом. Фульвио Брайдо в том числе в Украину приезжал несколько раз с лекциями, работал на определенную тему. Да, поэтому мы переходим к чему? Рандомизированным макоцентровым двумя слепомплоцеба, контролируемым исследованием четвертой фазы пациентки эффективности поливалентно-механическо-бактериального лизата. У 280 пациентов со средней тяжелым тяжелым козлом. В следующем году будут опубликованы его результаты. поэтому меньше года у нас осталось до того, как мы их не получим. Значит, в следующем году все они будут опубликованы. Но пока по Италии мы провели временный анализ, на котором видно, промежуточный, что использование из Меджена очень важное играет значение для умеренно тяжелых и тяжелой формы хозл у этих пациентов. Вы видите, это было двойное слепое исследование, контролируемое итальянскими властями государственными. Да, очень серьезно они были контролируемы и очень важный результат у снижения осложнений. У пациентов тяжелой формы хозла, это четко было продемонстрировано. Если вы обратите внимание на результаты, исследований, которые продокументировали о том, что пациенты, которые страдают от обострений, точно пострадают от обострений через некоторое время опять, и увеличение пациентов, которые показывали обострения по мере ухудшения картины хозл, то результаты этого исследования нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому я решил выступить с этой лекцией перед вами в сокращенной форме презентации, потому что мое мнение может нам позволить справиться с этой задачей лучше. Спасибо за ваше внимание.